делаем под шубой берем селедочку и скушаем берем масло сливаем режем укладываем на тарелку порезала селедку сверху лук лук я не мариную мне не нравится я бы просто порезала потом пожмакала и он сок даст и майонез и все это будет нормально завтра теперь накладываем майонез немножко размазываем сильно ничего я тут не делаю просто так слегонца чуть-чуть этого будет достаточно сильно жирно мне тоже не нравится когда сильно много майонеза главное чтобы лук был весь майонезе чтобы он промариновался дальше я что я люблю побольше тут я положила 3 из обычная полтора два кладу на сегодня решила 2 ой 3 захотелось не так побольше майонеза размазываем следующим слоем будет у нас картошка потихонечку так аккуратненько сильно и ничего не трамбовываем чтобы шуба была воздушная вкусненько и конечно можно все это примять одеть перчатки и прибабахать но мне так не нравится мне нравится воздушно через терочку все так очень переживаю какая свекла потому что я варила борщ свекла отстой не вкусно и не сладкое вообще вкус и никакого не знаю я посмотрю что тут будет как то выглядит вот так следующий слой у нас будет картошка так теперь была картошка посмотрите воздушная какая ничего не утрамбовано салют слышу салют вообще салют запрещен салют разрешен только завтра за три часа или за четыре часа всего четыре часа за два часа до нового года и два часа после нового года но стреляют и вчера стреляли и сегодня но не знаю вот я на сайте коммуны конечно не читала может быть разрешено сегодня но вообще по идее не должно быть так теперь следующий идет майонез майонез потом свекла так вот намазала сейчас я быстренько у меня еще свекла неподготовленная почищу майонеза конечно на картошку кладу побольше так же как и на яйцо а вот на свеклу я уже буду не сильно много класть снизу сейчас может быть даже еще подложу а сверху нет уже сильно не буду класть так вот свекла здесь полторы свеклы такой довольно таки крупный ну не очень крупный средний так свеклу конечно же я немножко приплюскиваю верхние слои но делаю я это вот мы еще не убрала кстати в перчатках вывернула слегонца потом майонезиком размазываем но я стараюсь прижать только верхний слой нижний я уже не трогаю стараюсь не применять это все вот чтобы она все-таки оставалась воздушной и потом что хотела сказать знаете я видела когда делают под шубой и потом края вот эти вот обтирают кухонной тряпкой которые стоп вытирают ну это что-то с нечто почему так не делается никогда ужас ужасно даже смотреть противно а потом уже я уж не говорю даже что есть подтирать конечно надо берем салфетки кухонные бумаги и подтираем значит вот так вот я размазываю вилкой всегда сначала я просто размазала а потом я начинаю делать вот такие вот движения мне нравится как выглядит так мало где-то раз сверху берем майонез стараемся делать одной высоты получается красиво вот ободок я это сделала затем центр ну центр как вам нравится хотите по кругу делаете хотите вот так вот в общем смотрится лучше мне нравится больше чем на когда просто гладко ложкой размазывают можно сначала центр сделать а потом края вот вообще конечно раньше я украшала все это делала красиво сейчас я уже ничего не делал вот этот вот вот эту часть значит трем сюда желток и и вот по краям выкладываем например горошек но так я делаю сегодня новый год завтра то естественно я не буду никакой яйцо сыпать потому что она просто засохнет некрасиво выглядит на следующий это делать надо сразу если там сделал сегодня и сегодня на стол можно вот так все к центру кому как нравится ничего тут принципиально нет такого трудного все отлично сейчас я еще разок пройду по краям слегонца слегонца все и в холодильник будет очень вкусно и завтра пробуйте